Приветнище! Это Роу96 и сегодня нас ждет восьмой эпизод. Погнали! Коллега согласился пролить свет на ужасающее событие. Здравствуйте, офицер Шорт. Добро пожаловать. Здравствуйте, Соня. Спасибо, что пригласили. Есть ли новости о жертве? Да, офицер Кэмпбелл идет на поправку и вскоре вернется к патрулированию. Чудесные вести. Как я понимаю, взрывное устройство опрокинуло рекламный щит, едва не раздавило офицера Кэмпбелл в машине. Именно. Бригада присобачивала что-то типа мини-бомбы к щиту и заманила туда офицера Кэмпбелл. Ужасно. Спасибо вам за присутствие на шоу и за охрану безопасности Петри. Сегодня был открыт проход через границу. Как обычно, запросов на работу за границей было считанное количество, что подтверждает величие нашей нации. А теперь взглянем на результаты последних опросов избирателей. Так... Ооо, похоже, Тирак по-прежнему фаворит. 54 воздержалась, 37 за Флорес. По мере приближения дня выборов в нашей прекрасной стране все чаще вспыхивают протесты. Не поддерживайте насилие. Голосуйте за Тирака. Как вам известно, что у Сони очень озабочена ситуацией с молодежью, которая продолжает пропадать. Взглянем на сегодняшний выпуск. Подростков в розыске. Ну что ж, выбираем. Значит, нифига себе, 19 дней уже она. Где-то бродит эта девочка. У нее энергии не так много, денег 10 долларов. А, давай, погнали, за нее поиграем. 19 дней, это ж капец. Август, 6 число. Пешечком куда-то дошли. Теперь везде символ бригады встречается. Везде, где только можно, его рисуют. Машины горят. Чуть непонятно, где это. О, такси. Веселое такси. А, не счастливое такси называется. Это заведение точно закрыто, Стэн? Свет-то горит? Да, это не так преступников отпугивает. Ну, это не сработало. Нет? Пойдем, подойдем, спросим. Че кого, парни? Чикирял? Чикирял, йоу-йоу, йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Че тебе на жопе там? Рюкзак прикрепленный, что? Стэн! Стэн! Эй, ты! Хочешь поучаствовать в чем-то масштабном? Например? Во взломе. Лучшем в мире, возможно. Лучше в мире? Ты это перед каждым преступлением говоришь. И каждый раз оказываюсь прав. Зачем мы туда вламываемся? Поговорим в подсобке. Ну же, пора начинать. Я подписался. Серьезно? Ладно. Митч пошел оценить обстановку. Надо сидеть тихо-тихо. Тихо, мэвториме. Серьезно? Теперь заткнись. Вам митч идет. Хорошо-хорошо. Насколько могу судить, там никого. О, отличные новости. Зачем мы туда вваливаемся? Там может быть важная информация. Ты не понимаешь? Погнали. Надо понять, что затевает тип, которого мы видели у границы. Да, милая Соня все еще может грозить опасность. Фанаты? Нет, это не фанат. Мила, что вы так переживаете. Ну, она все-таки кумир всей страны. Мелочь. Полезешь через вентиляцию. Хм, у меня кластрофобия. Хватит ныть. Возьмешь мою счастливую отмычку, чтобы проникнуть внутрь. Счастливая она потому, что неиспользованная. О, наконец-то у меня есть отмычка. Круто, я теперь могу открывать всякие закрытые штуки. Чудесно. Поехали. А ты ничего сначала спросить не хочешь? Я уже спрашивал, зачем мы туда валимся. Вы мне не можете ответить нормально. Дело-дело, слышать про погибшего подростка. Чуть и большие дела надвигаются. Про подростка спрашиваю. Да, ужасно все это. Будь мы там, мы бы спасли мелочь. Ого, спасли бы. Что думаешь? Там невидимая стенка. Я тебя подсажу лишь сюда. Подожди, дает. А, мне больше никуда идти-то нельзя. Только вот сюда. Ну давай, давай, подсади меня. Все, полезли. Люсь, конечно, использовать мычку. Хорошо. Взломать замок. Я внутри. Встань перед камерой и приготовься. К чему? Можно свет включить? Нет. Открыть дверь. Так, перед камерой. Ладно, вот есть. Подожди. Прежде чем я туда сяду, я хочу здесь посмотреть. Вот. Могу ввести код, взломать. Возможно, код где-то здесь лежит. Но у меня есть компик, поэтому я взломаю. Сколько бабла! Ну давай стырим, короче. 45 долларов. Я корму, конечно, подкоребил себе. Но ничего, еще и кассет нашел. Так, все. Здесь все. Журнал с Соней. Да, серия про бандитку какую-то. Машинка. Это что, непонятно такое? Больше я здесь взять ничего не могу. Но я вот стою перед камерой. Сесть еду. Давай сидим, нам надо поправить. Восстановить, точнее, баланс энергии. Сесть. Сколько там окурков? Наконец-то. Думал, уже не зайдем. Стэн, мы это обсуждали. Тебе нужно большое терпение. Видишь нас на камерах? Да, вижу, вижу. Вижу, да. Оглянись. Видишь схему офиса? Так. Ну вот схема офиса. И что? Кам-1, кам-4, кам-5, кам-5. Ну, в принципе, я понял, где камера расположена. Ага. И что? Вы? А, мне надо сказать, где они находятся. Так, это по какой камере я смотрю? Вторая камера. Вторая камера. Они находятся. Ресепшн. На ресепшне. А то мы не знали. Ну, мы будем уже что-то делать или как? О, нет. Что-то пишет. Что началось-то, блин? Куда они пошли? В какую комнату? Я их не вижу. А, они все в авто... Это сигнализация! Эй, ты! Отключи сигналку срочно! Отключи ее! Обрежь сигналку, мелочь! Что там делать с тобой? Не знаю. Не хочу. Назад в тюрьму. Обери сигналку, детка. Где? 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 Взять? О, давай сотрем. Я еще и победил. Пять долларов. Круто. Давай посмотреть пульт. А-а-а. Нажать. Это свет. Нажать. Вот это не знаешь, что это за кнопка. Включить магнитофон. Нажать. 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 О, отключил. Спасибо, лапочка. За что благодаришь? Мне обрезать сигналку, что ли? Стэн, ну это же не профессиональный грабитель, как мы. Митч, подсобись дверью. Ой, звонит что-то. Ммм, телефон звонит. Нам хана. Ответь на звонок и веди себя, как ни в чем не бывало. Взять трубку. Алло. Алло. Это служба безопасности. Поступил вызов от системы охраны. Все в порядке? Я сейчас не в офисе. Важно триагу. Все в порядке. Митч, можешь взламывать этот замок поживее? Почему сработала сигнализация? Ммм, в открытое окно кошка залезла. Да пошел в сортир и забыл про сигналку. Сама по себе запустилась. Странно. В открытое окно кошка влезла. Давай так скажем. Впредь, мэм. Непременно закрывайте и запирайте все окна. Спасибо, что объяснили. Всего доброго. Да, пока. Минутку, мэм. Мне также понадобится пароль от сигнализации счастливого такси. Таков протокол. Опа-на. Стэн, Митч, нужна ваша помощь. Что происходит? Простите, вы что-то сказали? Ребята, они пароль просят. А от нас-то ты чего хочешь? Мы ж грабители, а не волшебники. Блин, я даже никуда голову повернуть не могу. Мэм, а можно, ну, подсказку? Увы, не могу. Поищите пароль на ресепшене. Да, как скажешь. Я жду, мэм. Назовите пароль. Да подожди ты. Пока он на этот ресепшен зайдет. Пожалуйста, помогите, ребята. Парни, нам хана. Погоди, тут стикер какой-то. С надписью А45ДД2РСРР12. Может, оно? Так. ДР2ССР. Это не то. Да, по-моему, вот это вот. СРР12. Спасибо за ваше время. Всего доброго. Есть, Тэн. Наконец-то. Ты чё так долго-то? Ты уже знаешь, не люблю торопиться. Это взлом меч. Глянь, кабинет управляющего. О, бро. На двери кодовый замок. Есть идеи. Ну, попробуй. Один, два, три, четыре. Не, не прокатило. Четыре, три, два, один. Нет. Мои идеи на этом всё. Мелочь. Ты же в комнате охраны. Код наверняка где-то там. Найди его. Код охрана. Вот это да. Минутку. Попробуй 999. Так, здесь вот что-нибудь есть. Петри Таймс. Томас Карсон. Записан. А, неинтересно читать. Хотя нет, дай-ка прочитай сейчас быстренько. Может, там что-то важное. Главарь бригады в бегах. А, Томас Карсон. Мы же его видели, по-моему, в шляпе ходил. Член бригады, отбывающий срок за участие в террористической организации, утверждает, что главарь бригады до сих пор на свободе. Дополнительно, Карсон смог только сообщить его инициалы БВ. А, нет, это другой какой-то чиш. Ладно. Тут я посмотрел. Давай в ящики глядим. А, вон еще какая-то газета. Черная бригада признана виновной. Суд единогласно признал десятки членов бригады виновными в преступлениях против страны. Преступники арестованы, но ходят слухи, что несколько важных членов бригады ухитрились и ускользнут от правосудия и все еще живут среди нас, притворяясь законопослушными гражданинами. Окей. Посмотрим в ящиках. Здесь что у нас? О, 2, 2, 3, 3, 7. Это то, что нам нужно. Я им сказал. Все равно не то. Так понятно. Здесь может есть. Ох, нифига себе, сколько бумажечек. Ну, даже не знаю. Ну, давай, 3, 5, 10. Все равно не то. 13, 02. Это чек. Зачем я с чека сказал? Неверно. 4, 7, 0, 7. О, получилось, походу. Они вошли. Сработало. Я вошел. Какого хрена? Ты это видишь? Нет, ничего не вижу. Тут темным темно. Секунду. Там камера с скотчем заклеена. Вот. Уверен, что все это имеет отношение к Сонии. Кто это тип в белой шляпе? Это таксист, маньяк. За уймой людей охотится. Вы двое. Стоять. Закрой дверь. О, блин. Кто это был? Это копы. Охранник агентства. Видимо, агенты приехали. Открой дверь немедленно. Слушай, тебе же не нужны неприятности. Дай мне код от двери управляющего. Давай ему код мелочь. Мы почти узнали, где этот урод нападает. Вот же засада. Не давать код от комнаты агенту. Дать агенту код и спастись. Блин. Блин, блин, блин. Да блин, меня все равно повяжут. Я преступникам помогал. Короче, не давать код от комнаты агенту. Вот так, значит. Есть, Тэн. Он нападает у границы. На вершине холма. Место нападения убийцы известно. Сам напразился. Тебе конец, сопля. Пора сюда выбираться. Извини, детка. Блин, они меня кинули. Открывай дверь немедленно. Давай еще вот в этом ящике посмотрю, что тут есть. Взять ключи, отлично. Ключи есть. Так, в этом ящике я посмотрел. Здесь я все посмотрел. Че, 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 давай обратно. Че, залезть в стул нужен. А где стул? В стул. Взять стул. Сейчас, 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 сейчас. Все, вылазим отсюда. Тихонечко, тихонечко, пока нас не слышат. Стоять! Станеми! Так, а я выбрался. Вот я могу сесть в тачку. Я от нее ключи свистнул. Больше никуда пройти не могу, зайти. Мы там были. Тут невидимая стенка. Все, тогда садимся в тачку. Подожди, я могу еще тут поспать, по всей видимости, да? Ну, я надеюсь, тачку у меня не заберут. Ладно, поехали. Пофиг, потом высплюсь. У меня энергия восстановилась. Я все равно бургер заточил. Так что, поехали. Поехали, гоним. Угнать машину. А вон и мы поехали. Интересно, там топливо нормально было? Мы прилично проедем? Даже, даже, даже. Что-то как-то мало мы проехали. Совсем капец мало. Очень, очень, очень мало. Ну, что там? Это я топлю на всех парах. Жму на педальку. Еееее. Да, гоним, гоним, гоним. Что у нас там по скорости? 140 мчим. На кудок можно автомобиль производства Петрио Моторс. Затом узнаем. Вынуть. Что там вынуть можно? Кассет какая-то играла. Отлично. Включить новости. Не хочу пока открыть. Что там взять? Злаковый батончик. Давайте ржем. О, и все силы восполнил. Монетка есть. Отлично. Могу еще и выпить. Давай выпьем. Это, конечно, нам не поможет, потому что у меня уже фул. Ну, вроде бы я тут все осмотрел. Ароматизатор тоже от Петрио Моторс. Взглянуть наружу. Еееее. Язык у меня заплетается от ветра. Точнее, расплетается. Я как пес высунулся из окошечка. Все, все, выходим, выходим. Проветрились немножечко. Туда не могу выглянуться. Ну, че, давай включим новость. Послушаем. И напоминание. Никогда не подбирайте попутчиков, ни молодых, ни пожилых. Они могут быть опасны. На этом все. С вами было шоу Сони. Спасибо, что выбрали нас. Продолжить ехать. Я еду, еду, еду в полях и в лесах. Позже. Че, позже? О, дождь пришел. Дождь пришел. Я сейчас кого-нибудь подберу, наверное, да? Любому. Больше в тачке нечего найти. Могу выглянуть наружу. Помыть свое лицо дождиком. Фух. Хорошо. Ух, е-мое. Че за нафиг? Это тот таксист? Я подобрал его? Ты че такой грустный-то, печальный. В перчаточках. Может, меня и кокнут тут. Могу включить печку. Вам стоит быть осторожнее, вообще-то. Печку включить? Молчит. Не хочет со мной общаться. Да ты про... Я понял. Он про Лову. Про Лову узнал, короче. И это... Он грустит теперь. Кого же ему убивать? Конечно же, бригаду. А если бригада не виноват, то кого будешь мочить? Никого? Ну да, так вот. Где вас высадить? Обычно я не беру попутчиков. А че он вообще взалез? Мне же говорили в новостях не брать никого. А вы не болтун, да? У меня сигареты промокли. О, досадно. Че делать будем? Может, в картишки перекинемся? Я правда за рулем, но ничего страшного. Я могу одной левой рулить. А язык проглотили? Молчанки-то грубо. За мной двое гнались. По всем дорогам за мной таскались. Туда, сюда. Я вот думал, не отвяжутся. Но все позади. Я не знаю, что и сказать. Зачем они это делали? Хотели меня остановить. Как бы то ни было, у меня такси сломалось. Поэтому и бродил. Тут. Под дождем. Но больше не брожу. Теперь я тут. С тобой. Эй, у тебя с дверями что-то. В смысле? Ой-ой-ой. Отпереть дверь. Что-то фигня. Это ты, что ли, баловываешься? Отпереть. Отпереть, говорю. Хватит баловаться. Негодяй. Я же за рулем. Ты что творишь? Я же... Надо на дорогу смотреть. Выставить Джарда. У тебя Джарда зовут? А, точно Джарда. Джарда. Джардана. Прекратите, пожалуйста. Прекратите. Что? Я ничего не делаю. Хватит свистеть. Отпереть дверь. Блин, это он делает. Смотри на его руки. Сейчас. Давай, поворачивайся. Быстрее, быстрее. Да это он. Это он. Это он. 100%. Ладно. Высадить Джарда. Ух, как я остановился резко. Извините, но вам лучше выйти. Пора на выход. Сейчас же. А какая разница, я ему хорошо скажу или плохо. Он все равно меня может кокнуть. Давай, пора на выход. Вали отсюда. И не подумаю. А знаешь почему? Я сказал вам выйти. Ох, ты ж епарас это достал. Вот поэтому. Эй, у вас кишка тонка. Нет. А ты проверь. Да что-то как-то не хочется. Теперь поехали. Да блин. Я не хочу ехать. Ну, и подыхать тоже не хочу. А я же девчонка вообще. Ладно, поехали. Что я могу сделать взрослому мужику? Денек не задался. Поднять настроение не помешает. Вот этим и займешься. Я тебе что, клоун что ли? Порадуешь меня? Что от меня нужно? Да ты псих. Я просто хочу поболтать. Так что продолжай. Болтай. Ясно чё? Ммм, вы знали что у границы погиб подросток? Какие планы на день выборов? Я буду там. Это очень важный день. А ты? Ммм, да буду болеть за Флорес. Ммм. Чё задумался? Мне уже скучно. Видно, моя очередь задавать вопросы. Ну, давай, задавай. Я тебе ещё кое-что скажу. Я подумывал тебя убить. Так что лучше отвечай правильно. Ну, началось. Агрессия. Ага. Скажи-ка, новости часто слушаешь? Ммм. Иногда. Не следует. Новости. Одно враньё. Дезинформация. Скажи-ка мне ещё кое-что. И важный вопрос, между прочим. Что про бригаду думаешь? Они делают хорошее дело, я их презираю. Что за чёрная бригада? Лжец! Да, капец. Ну, хорошо, я знаю, кто они такие. Ненавижу лжецов. Чёрная бригада лжецы. Лжецы. Вруны обманщики. Хорошо, хорошо, успокойся. А они вам что-то сделали? Ммм. Ммм. Ага. Кое-что плохое. Вы очень плохое. Жаль, что ты их ненавидишь. Они вас выгнали? Нет! Да блин! Убери ствол! Простите, я не хотел вас расстроить. Вы просто грустный, злой человек. Простите, я не хотел... Ага, чё я ему сказать? Да блин, он сейчас может меня кокнуть вообще, как расплюнуть. Моя преступная жизнь только в рассвете сил была, блин. Ну как преступная? Меня заставили, я не хотел ничего делать плохого. Ммм. Вы просто грустный, злой человек. Нет. Я вооружённый, грустный, злой человек. Разница ясна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Остановись. Блин. Всё, я его выбесил. Остановите машину. Я принял решение. Скажи, я хочу умереть. Давай. Ммм. Прошу... 25%. 25% это вообще ни о чём. Ммм. Чё, попросим? Я? Игра хочет, чтобы мы действовали по его правилам. По его правилам. Давай, пофиг. Я скажу, я. Я. Хочу. Прошу умереть. Вым... Хе-хе-хе-хе. Вымереть. Как динозавр. Точно. Отличная идея. Что ты мне сказал? Ты чё, глухой, что ли? Я собираюсь... Тебя отпустить. Но ты отдашь мне машину. Ху-ху. Вот это я выкрутился, а? О-о-о, спасибо. Это всё равно не моё. Могу тебя подвезти куда-нибудь. Дождь идёт. О-о-о, как он сразу заговорил. Смотри. А вы меня точно не убьёте? Точно. Но больше не спрашивай. Хорошо, поеду дальше. Давай, подвозит. Раз мы задружились. Хе-хе-хе. Вот это поворот. Ю-ху, мы едем дальше, мы едем дальше, мы едем дальше. У-ху-ху. Фух, проехали почти тысячу километров на этой тачке. Ну и здорово. Чё у нас там? Джаред. 75% мы его узнали. Стэн и Митч 48. Мы Стэна и Митча вообще практически не знаем. Хотя недавно с ними пытались ограбление провернуть. 8 августа 1996 года. Везде что-то горит. Чё-то подрывается, чё-то ломается. Протесты, видимо, нагнетаются. Мы возле Мотеля. Чё-то у меня такое предчувствие, что мы сейчас здесь встретим Соню. Прям вот капец. Разгромить. Так, Флорес не будем испортить плакат. Можно исправить? Вот почему бригада здесь Флорес ещё закрасила? Так, разгромить. Разгромить. Вроде всё. Здесь звонок в две тысячи долларов получить. Где ещё постеры есть? О, вот тут вот ещё постер. Сейчас всё закрасим. Абсолютно всё. Разгромить. Пороемся ещё в мусорке. Удачи, улыбнись мне. Ножи, ножи, ножи. Ни фига. Не улыбнулась. Хорошо. Опа, копы здесь. Какой байк. Я, конечно, на нём покатался. Что тут? Вакант. 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 О, а чё за записка? Можно почитать? Чё написано? Номер закрыт на ремонт. Понял. Столько писанины там на листочке. А4 было. А по факту просто номер закрыт. Флорес. Так. Куда зайдём? Сюда? Ну, давай сюда зайдём. Здрасте. Здрасте, здрасте. Сейчас я ещё хочу тачку... А, мне показалось, что у неё багажник открыт, но нет. Можем ещё на второй этаж пробежаться? Давай заглянем. У меня же есть теперь отмычка. В принципе, мне несложно открыть какой-нибудь номер. Тут кто-то есть. Да, там и свет горит, вон. Так. Чё-то, походу, тут нифига. Просто, если я хочу тут переночевать, переждать дождь, 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 мне придётся оплатить номер. Хотя у меня есть 63 бакс. Здорово. Он, по-моему, обдолбан. Жалю, килоид. Жалю, ищет. Ну, ладно, пойдём к тёте вниз. Тут вроде... А, вон туда ещё в туалет может зайти. Пойдём в тубзик спейдём. Тут чё-то булькает. Тут, походу, потоп. Потоп, потопский. Двери тут не открыть. Ну, ладно. Вроде всё обыскали. Теперь можно соспокоить душой и идти сюда. Ещё бумажечка какая-то лежит. А можно закрыть дверью? Закрыть, да, можно. Сейчас закроем. Закрыть? Здесь тут... Я могу вам помочь? О, нет. Она вернулась. Просто веди себя, как ни в чём не бывало. Чё, кто? Зоя, что ли? Где ты её увидела? Кто вернулся? Прошу прощения. Можно тебя на минутку? О, с тобой всё в порядке, отлично. Что происходит? Я всё объясню в номере. Опачки. Как продвигается, Фанни? Почти готово. Что тут происходит? Иду по следу передатчика бригады. Слышала о таком? Ммм, передатчик... Вроде да. Я уверена, тот, кто его возит, часто бывает в этом мотеле. Думаю, даже она или он были здесь в прошлое воскресенье. Хотите, чтобы я поспрашивала постояльцев? Ты сечёшь фишку, да. Почему я? Местные постояльцы с полицией говорить не станут. По правде сказать, мне кажется, кое-кто из них из бригады. Которые постояльцы, а что если так? Тогда это как минимум подстрекательство и подсобничество террористам. Выложу как есть. Недавно эти из бригады пытались меня убить. И мне очень хочется лишить их связи. Понятно. Минтам не помогаем. Ну, а ты уверен, что это бригада была вообще? Ладно, помогу. Я знала, что на тебя можно положиться. Всё, что тебе нужно, на стене. Возьми. Угу. О, это вот все бригадирские чувачки. А, вот он, твой любовничек. А ты даже и не знаешь, что вы с ним общаетесь. Понятно. Давай возьмём. Вот что будет дальше. Мы почти вычислили плазучика. Но нужно убедиться. Поговори с гостями и вычеркни тех, что не подходят. Возвращайся, когда сократишь список. Ясно? Окей. А можно тут в номере что-нибудь ещё взять? Пульт. Открыть. Слушай, слушай, слушай. Есть что-нибудь? Убери уже вот эту фигню, блин. Почему рожа у меня тут на полэкрана? Я не хочу таскаться так. Чаёчек? Вроде всё. Ладно, всё, я понял. Ещё вопросы есть? Вообще любые, задавай. Не, нету, нету, нету. Нервничайте перед днём выборов. Уж постарайся не быть у границы в этот день, лады? Бригада наверняка попытается провернуть то же, что и в 86. Надеюсь, Флорес победит. Ладно, мелочи. Запомнил. Ну, погнали. Погнали, погнали. Опять в дождь. Так. Чё, мне всех опрашивать, да, стучать? Ну, давай с самого начала тогда. Здесь нету. Давай постучим. Взломать замок. Ха! Я под прикрытием, я с копами дружу. Закрыть двери. Возьмём монетку. Посмотреть постеры. А кто здесь может быть, как думаешь? Непонятно. Что у нас здесь? Посмотреть на портреты. Да, чё смотреть-то, если я не знаю, кто в этом номере живёт? Повернуть. Опа-на. Нифига себе. Вот это да. Сейчас зайдём, посмотрим, чё там. Там у нас ничего нету. А здесь? Ключи заберём. Здорово. Ха! Мне портит на тачке в этой серии. Прям вообще капец. Съесть еду. Съесть еду. Набьём свою кишку. Радиопередатчики. Ну, вот я нашёл тайное место бригады. И они тут явно бывают. Давай посмотрим, что написано. Моя дорогая Бет. Если ты это читаешь, значит я исчез. И ты нашла мою тайную комнату. Будь осторожна, Бе. За мной следил странный тип. Куривший, как паровоз. И, скорее всего, за моим исчезновением стоит он. Не знаю, чего он хочет, но думаю, что он очень опасен. Он не должен увидеть эту комнату. Навеки твой, папа. Это он про счастливого таксиста, который меня сейчас тоже хотел убить. Скорее всего, про него речь. Взять монетку. Так, тут всё ясно. Давай мы комнату закроем. А, как мы её закроем? О, всё. Отлично, отлично. Выходим. Закрыть. Идём в следующую. Стучать. Ага, ты никак не мог так быстро управиться. Приходи попозже. А, это тут Фанни. Ясно. Стучать. Никого? Ну, там явно... А, нет, там тихо. Значит, наша комната 007. Прям Джеймс Бонды. Постучать. Алло? Чем могу помочь? Вы были здесь в воскресенье? Ну, да, была. Видите? Постояльца из номера 003. Да, вообще-то я его хорошо помню. Симпатичный такой. Крупный. С короткой стрижкой. Большие руки. Сильные руки. Угу. Номерка его нет, случайно? Нет. Так. Сильные, большие руки. Он лысый. Короткие волосы. Она же сказала, короткие волосы. Ну, наверное, про этого чувака она говорит. Короткие волосы подтвердить. Если найдется, я и завтра тут буду. Ммм, ладно, идем. Ну, скорее всего, это медведь был. Постучать. Да, минутку. Сейчас открою. Здорово. А, ты не торопился. Где мой салат? Вы здесь были в прошлое воскресенье? Да. А че? Видите, постояльца из номера 003. О, да. Я его старался избегать. Он меня пугал. Ой, он мой ровесник. А я себя старым не считаю. Ты же не думаешь, что я старик? Ну. Вроде бы на лбу морщины и уже седина появляется. Нет, не считаю. Разгадка в салате. Много-много салата. Так, значит, он взрослый. Или старый. Ну, старый. Да, он старый. Он сказал, что он старик. Старый. Че-то два вот этих типка остались. Что-то... Погоди, а если взрослый? Он про старость говорил. Он не хочет выглядеть старым. Все, хорошо. Что ж, продолжу ждать свой салат. И удачи, Флорес. Так, он за Флорес голосует. Следующий номер. О, открыть. Опять взломали дверь. Что это тут у нас? Че-то такое. Давай посмотрим. 35. 362. Это номер телефона некого Роберта. О, мы сейчас можем вам позвонить, между прочим. 35. 362. Закрываем двери. А, уже не можем, да, закрыть? Ну и ладно. А, так это 003 комната. 35. 362. Давай позвоним. Давай позвоним. Кто-то там за мной наблюдает. Так. Позвонить домой. Использовать. Значит, 35, 36, 2. Звоним. Походу, никто трубку не возьмет. Роберт. Ну да, понятно. Мы Роберту позвонили. И сбросили сразу. В комнату 002 зайдем. Стучать. Иду, иду. Настроение не очень. Могу с этим подзабить. Мы здесь были в прошлое воскресенье? Был? Да. Почему? А, видите, постояльца соседа? Дай подумать. Да, да, был один парень. Я с ним не говорил. Не выглядел он разговорчивым. Квадратное лицо такое. Весь из себя мачо. Понимаешь, о чем я? Ну вот. Поможет? Да, походу, не особо. Квадратное лицо. Нет таких. Нет таких. Ну, вот у этого чувака квадратное лицо. Но я, короче, пропанился со стариком. Овальное лицо. Круглое лицо. Подтвердить. Позже увидимся. Понятно. Так, подожди. Надо зайти снова в эту комнату. А я уже постучать сюда не могу. Я все портреты закрасил. Мы теперь не узнаем. Сюда не пройти. Короче, у меня сейчас полицейская. А таташечке сделала. Типа, это какого фига? Пойдем к той тетечке подойдем, которая вот тут тусит. Что ты на меня палишь, а? Что такое? Я что, подозрительный, что ли? Эй. Я знаю, что ты делаешь. Пардон. Правда? О. Тут все вычеркнуто. Тогда забудь все, что я тебе говорила. Ха-ха-ха. Вы выбрали соврать в ванне. Ну, что поделать. Я сделал все, что было в моих силах. Может быть, это даже и к лучшему. Потому что она бы тогда объявила охоту на медведя. Медведь удача не при делах. Он же хороший. Он вообще пытался предотвратить теракт. Ладно, давай зайдем. Постучать. Залазь быстро. Это шутка? Я сделал, что сказано. Так тут же все позачеркивано. Наш лазучик все еще где-то там. Надеюсь, нет. Мы везде фотороботы этого парня развесили. А что случится, когда мы его найдем? В каком смысле что? Тюрьма, конечно. Этот человек занимает важное положение в террористической организации. Мы такое с рук не спускаем. Слышишь меня, экс-мать? Минутку. Нужно ответить. Экс-мам, я только что продал игру, которую сделал. Это здорово, малыш. Ты там осторожно, ага. Ну, не начинай, пожалуйста. Мне жаль. Как твои поиски? Блин, Джон приехал. Капец. Поиски? Продвигается. Я много узнал про родителей. Они были впечатляющими людьми. Умными, добрыми, думаю. Я на них очень похож. О, что ж. Рада слышать. Ты действительно добрый и умный. Короче, все. Она ему сказала... А, это ресепшенистка была. Слушай, мне пора. Я скоро перезвоню Лады. Береги себя, милый. Хорошо, пока. Короче, ресепшенистка предупредила Джона, и он уехал. Что это было за грохот? Грузовик приехал и уехал. Как тут люди вообще умудряются отдохнуть? Не понимаю. Что ж, спасибо за помощь. Но мне надо тут все убрать. Слушай, я тебя раньше не встречала? Может быть. Ладно, возьми вот это. Тут немного, но ты заслуживаешь за помощь. Ой, какая ты добрая, спасибо. Блин, она крутая. Она очень крутая. Береги себя, Лады. В дороге бывает всякое. Хоть я ей толком и не помог, но она мне денег дала. А, вообще. Просто слов нет. Хорошо, что я ее тогда спас. Она четкая. Мне нравится, Фаня. Открыть тачку, поехали. А, подожди, выход, выход, выход. Я как ресепшенистки хочу забежать. Поболтать с ней. Я же все видел. Эй, ты. Я видел вас, грузовик. Ты ментам стуканул? Нет, я за вас. Можно мне номер бесплатно? А, да не, зачем? У меня и так сил полно. Нет, я за вас. Спасибо. Спать, охота. Отдохни немного в номере. Ну, недолго, ладно? Ха, она мне и так даст отдохнуть. Спать бесплатно. Пойдем поспим. На халяву-то, что бы нет. Август, 8 число, 96-го года. Мы выспались. Тачка не уехала. Нет, она тут стоит. Все. Поехали тогда. Давай еще к тещике забежим на ресепшн. Узнаем, может, какие новости появились. Бригада что-то задевает? Еще бы. Мелочь. А 9 сентября нам понадобятся все, кто может. Ясно, я понял. 9 сентября что-то планируется. Поехали, короче, отсюда. До сих пор дождь идет. Ё-моё. Какой он сильный. Ливень этот. Угнать машину. Ливень этот. Полиция. Пресс-петербриджер. Ливень. А. Быть. 破. Блиц. 45-60 fired.